Музыка Здравствуйте, друзья! Кто знает, сколько людей живет в Москве? Точно никто не знает. Специалисты расходятся в оценках, называют цифру 15 миллионов. Некоторые считают, что население города 20 миллионов. Сколько из них русских? Нигде точной статистики нет. Конечно, этим можно гордиться и сравнивать мегаполис с крупной европейской страной. Но каждый житель Москвы рано или поздно устает от бесконечной тесноты. И хотя Москва не резиновая, в Москву все приезжают и приезжают. Пять советов, как адаптироваться в Москве к приезжему. Сложность первая. Ориентировка в Москве. Некоторые чудики ориентируются в городе при помощи указателей. Схем проезда, справочных и тому подобное. Не вздумайте утруждаться подобными мелочами. Москвичам безумно нравится, когда их останавливают с вопросами. Что это за станция метро? И где тут улица? Как ее? Ну так, где кирпичный дом с зелеными балконами. И они все подробно вам покажут, скажут, отправят. А если надо, и проводят. Сложность вторая. Поиск жилья. Если вас угораздило снимать квартиру в столице, сразу установите в доме свои порядки. Это только в пословице по чужим монастырям со своим уставом не ходят. Пусть общественность привыкнет. Там, откуда вы родом, нижнее белье сушат во дворе. С соседями перекрикиваются из окон. А по ночам. Слушают Атула на полную громкость. Кому не нравится, пусть съезжает. Сложность третья. Изменение имиджа. Обязательным атрибутом вашего пребывания в Москве должна стать пятая или шестая модель ВАЗа. Желательно, чтобы она была вишневого цвета. Это подчеркнет ваш отменный вкус. Особым шармом будет слегка помятое крыло и транзитные номера. Не берите сразу иномарку. Выбирая вас, вы показываете местному населению, что вы истинный патриот России. И поддерживаете российский автопром. Сложность четвертая. Поиск работы. Приобретая такую машину, вы сразу получаете возможность дополнительного заработка. Подвозя москвичей в часы пик до дома или до метро, вы можете делать неплохую выручку. Таких, как вы называют красивым словом. Бомбило. Кроме того, ваш автомобиль может стать средством психологической разгрузки. Если у вас плохое настроение, вы можете подъехать к голосующему у дороги интеллигентного вида пешеходу и на его... Нет две остановочки по прямой, 50 рублей. ...резко ответить. Минимум 200 рублей. Или... За эти деньги на автобусе езжай. Вы сразу почувствуете себя лучше. И, возможно, поможете интеллигенту встряхнуться. Поставить перед собой новые цели, в конце концов. Найти хорошую работу. Сложность пятая. Не потерять свое «Я». Посадив клиента свой мега-автомобиль, надо обязательно закурить сигарету. И погромче включить музыку. Может быть, клиенту это не очень понравится. Но зато это традиция. А традиции мы чтем. На адаптацию в Москве прежнему человеку нужен как минимум год. Но если знать все подводные камни заранее, то адаптация пройдет успешно. Субтитры подогнал «Симон»